Здравствуйте, дорогие мои зрители! Приветствую вас на канале Доктор Лисенкова. Речь пойдет про коллаген. Что это, чем он может быть полезен нашим суставам, костям, кожи и другим частям тела. Коллаген это белок, он образует каркас нашего организма. И по сути это своего рода арматура. Без коллагена мы были бы мягкие, аморфные, как медузы. Наша кожа в сухом виде это примерно на 75% коллаген. И примерно 30% всего нашего тела это тоже коллаген. Молекула коллагена крупная. Она состоит из трех спиралей, которые между собой переплетены по типу косички. В состав молекулы коллагена входит цепочка аминокислот. И всего в самой молекуле коллагена около 1400 аминокислот. То есть это очень длинная молекула. Часто коллаген сравнивают с поездом, а входящий в его состав аминокислоты с вагончиками. И есть три основных типа коллагена. Из первого образуются кости, зубы, связки. Второй тип коллагена это хрящи, межпозвонковые диски. И третий тип это наши кровеносные сосуды. С возрастом количество коллагена в организме конечно же снижается. И по многим данным это уже начинается с 25 лет. Мы теряем примерно 1% собственного коллагена с возрастом. Именно поэтому меняется эластичность кожи, появляются морщинки, меняется плотность, прочность костей. Связки суставы тоже меняются, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому многие исследователи рекомендуют использовать коллаген в виде биодобавок. Кто-то рекомендует уже с 25 лет. Добавки, которые содержат не цельный коллаген, а который состоит из целых 1400 аминокислот, а гидролизат коллагена. То есть фрагменты из двух-трех аминокислот. Они называются пептидами. Пептиды это белки. Если сравнивать с поездом, то это отдельные вагончики. Больше всего в структуре коллагена таких аминокислот, как глицин, лизин, пралин, гидроксилизин, гидроксипралин. Каким образом эти аминокислоты могут повлиять на состояние кожи, костей, хрящей в суставах человека? Есть два механизма, которые изучены. Первый. Пептиды, состоящие из двух-трех аминокислот. Они стимулируют наши собственные клетки фибробласты на выработку своего собственного родного коллагена. То есть действуют как регуляторные пептиды. И второй механизм. Это подавление активности ферментов. Металлопротеиназ. То есть эти ферменты, они становятся активнее с возрастом. Разрушают наш собственный коллаген. В результате чего мы теряем его примерно по 1% ежегодно. По итогу, ближе к пенсии, из-за потери коллагена мы имеем морщинки, дряблую кожу, износ костей, хрящей и прочие так называемые атрибуты старения. Традиционно биодобавки с коллагеном используют с целью уменьшения боли в суставах. А также для восстановления после травм, после больших спортивных нагрузок. Кроме того, коллаген очень широко используется для улучшения состояния кожи. Кожа, как мы помним, это примерно 75% коллагена. Поэтому любой косметолог с удовольствием вам порекомендует, конечно же, использовать коллаген и даже принимать его регулярно. Из чего обычно делают биодобавки коллагена? Разное сырье из плавников, рыб, чешуи, из костей рогов крупного рогатого скота, из шкур животных. Копыта тоже туда же идут. И чтобы расщепить вот эти длинные молекулы коллагена на аминокислотные фрагментики, используется процесс гидролиза. Он обычно идет с применением кислот, щелочей, либо ферментный идет гидролиз. Конечно, такие плотные ткани, как кости, рога и копыта, они в течение жизни животного могут накапливать тяжелые металлы. И в процессе переработки для получения коллагена при высоких температурах, вот эти все кости, рога и копыта могут выделять токсичные вещества. Что касается веганов, конечно же, они не хотят принимать животный коллаген. Что им остается? Они используют грибной. Как известно, грибы нельзя отнести ни к растениям, ни к животным, так как грибы имеют признаки и тех, и других. Именно поэтому они относятся к отдельному царству грибов. Сколько нужно принимать коллагена в сутки? Очень часто меня спрашивают. Однозначного ответа нет. По разным клиническим исследованиям это может быть от 2,5 грамм до 15 грамм в сутки. Для образования коллагена в организме однозначно необходим витамин С, аскорбиновая кислота. Поэтому в состав биодобавок коллагена очень часто входит витамин С. Именно для улучшения образования собственного коллагена. Разные производители указывают разные дозы биодобавок с коллагеном. Мои зрители, которые с боли в суставах пишут вопросы про коллаген, часто спрашивают, как долго его принимать, в каких дозах, какое выбрать. Казалось бы, ну можно принимать любой коллаген, там прочитал инструкцию, пей, как там написано. Но те, кто попробовал коллаген, сталкиваются с одной проблемкой. Большинство препаратов коллагена имеют отвратительный вкус. Ну, чего вкусного может быть, например, в рогах, в копытах, шкуры животных, чешуя рыб тоже это не самое вкусное блюдо. При вкус жженых волос он может отбить любое желание оздоровиться. Хотя часто пациенты мне говорят, что готовят проглотить, ну буквально любую гадость, лишь бы уменьшить боль в суставах. Ну а красота, как известно, требует жертв. На сегодняшний день у меня есть для вас хорошая новость. Существует вкусный коллаген, приготовленный из рыб. То есть он содержит пептиды рыбного коллагена. Лично у меня плавники рыбы и их чешуя в качестве основы препарата вызывают какое-то большее принятие, чем рога и копыта. Узнав, что вкусный коллаген существует, я решила взять на пробу разные вкусы. Здесь вы видите гриппфрут, яблоко, гранат и так называемый веганский коллаген, который сделан из ледяного гриба. Мои постоянные зрители хорошо знают, что я большой поклонник всевозможных лечебных грибочков. Ледяной грипп имеет иммуностимулирующие свойства, как и многие другие грибы. И из него извлекают коллаген. А еще в составе веганского коллагена добавлен женьшень. Ну и как известно, помимо веганов, которые не едят животные продукты, такой коллаген подходит людям с аллергии на морепродукты. Ведь красивыми здоровыми хотят быть все. Морской коллаген корейского производства – это буквально десерт. В пакетиках содержимое такой желеобразной формы с фруктовым вкусом. Гранат, яблоко, гриппфрут. Рекомендуется принимать всего по одному пакетику этого вкусного желе в день, независимо от приема пищи. То есть хотите натощак, хотите с едой. Многие профессиональные спортсмены принимают коллаген постоянно, потому что в его составе свыше 20 аминокислот, которые являются своего рода кирпичиками жизни. То есть они нужны организму ежедневно. Ну и конечно при хронических заболеваниях в суставах, после травм, также возможен постоянный прием коллагена. Что касается здоровья кожи, волос и ногтей, то и косметологи с удовольствием рекомендуют регулярно принимать коллаген всем своим пациентам. При приеме коллагена очень важен еще питьевой режим, то есть достаточное поступление воды. Расчет обычно 30 мл на 1 кг идеальной массы тела для данного конкретного человека. Если хотите сохранять здоровье, красоту, я предлагаю обратить внимание на морской коллаген корейского производства. Это действительно вкуснейший коллаген из всех, которые мне приходилось пробовать. Подробнее вы можете о нем посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Желаю всем крепких костей, гибких суставов, ну и конечно же красивой кожи и роскошных волос. Продолжение следует... Продолжение следует...